Сегодня мы будем опять сравнивать персонажей из Джо-Джо, да. Всё-таки я решился опять сделать этот ролик, и сегодня у нас сразится Диабло против Идио Брандо. Начну давайте с Дио, быстро разбегусь по способностям Дио. У Дио есть стенд The World, и есть к плюсу остановка времени. Он плюс у Вампир, у него есть адская регенерация, не такая, как, например, в первой части, но всё равно она офигенная. И теперь давайте приступим к Диабло. А Диабло, у него есть способность Кинг Кримсон, он может вырезать время. Его стенд, как я говорю, может вырезать время. Вторая способность Эпитафия. И что я могу сказать? Ну, тут победит, по мнению, Дио, потому что Диабло обычный тоже человек. А тайм-стоп, это то есть замедление, остановка времени, это вообще не время. Как, блядь, может вырезать? Да никак он его не вырежет. Потому что, во-первых, это не происходит времени, ему даже Эпитафия не поможет. Диаболу. Потому что, говорю ещё один раз, не происходит всё времени, это не время, остановка времени. А если он вырежет обычное время, это ему не поможет. В основном времени он бесполезен. Я думаю, что Дио тут по-любому выиграет. Потому что он плюс у и вампир. Как я говорю, у вампиров очень хорошая регенерация. Как что, тут Диабло точно проиграет. Причём, если ещё Дио воспользуется Родроллером, то всё, это пипец, просто Диаболы. Его расплющат просто этим катком. Что, блин, Диабло сможет сделать против Дио, блядь? Что? Если он ударит Дио в живот, то что Дио будет, блядь? Он просто отрегенит и всё. Вот что я могу сказать, что может Диабло только сделать. Вот в силе он его хуй произойдёт. Просто Дио его уебёт, блядь, если тот к нему близко подойдёт. Очевидная победа за Дио. И да, я вас решил ещё наградить одним боем. Это Джонни Джо Стар против... Против Джорно Джован. У Джорно будет Голд Экспириенс Рэквием. Против Джонни Саватарском Акт-4. Опять победит сразу Голд Экспириенс Рэквием. Почему Голд Экспириенс победит? Во-первых, у него есть первая способность, по моему мнению, это выстрел. Я не знаю, чем он реально тоже стреляет. Вторая способность, это создавать из чего угодно живой объект, то есть жизнь. У него остались прежние способности Голд Экспириенса. Третья способность, это откат атак. Я скажу, это не то, что откат самого, блядь, атаки. Это откат всего. Он малипулирует временем. Просто, он просто тупо вернул всё как прежде. То есть, он сделал скачок времени. Получается, он управляет временем. Он даже осознал себя в стётом времени. Он может осознать себя в заварде остановки времени Дио. Ему ресет не страшен, потому что этот ресет никому не вредит. И заварда, и то есть остановка времени никому не вредит. А если, например, тот же Дио пытается в остановке времени что-то противопоставить, блядь, Голд Экспириенсу и Джорну, то он откатит эту фигню. То есть, откатит атаку. И даже психологически, если на него давить будут, он это откатит, блядь. Если даже будет смерть носителя. То есть, не от старости, а от чего угодно, блядь. Всё снова откатится. Получается, это имба. И есть ещё цикл бесконечной смерти. Токорова он правил Диабло. Как что? Это имба. А бесконечное вращение Джонни Джастара. Думаете, что из него невозможно выбраться? И бесконечное вращение отразил Диего Бранду. Токорова не имеет, блядь. Диего Бранда, Токорова не имеет, блядь, вампирских способностей. Просто человек, Токорова умеет на 5 секунд останавливать время. Не то, что Дио. А Голд Экспириенс, это точно бы отразил этот удар. Ну, сейчас скажете. А почему он не отразил удар крови, например? Это вообще-то не атака даже. А типа, он признал крови Джорно, это типа обычная жидкость. Получается, что Джорно выигрывает в этом сражении, как и ни крути. И я, кстати, взял Джонни без ног, потому что так бы, если бы он был с ногами. Тут разницы даже никакой, не с ногами, а без ногами этот Джонни. Как что, я пытался вам нормально объяснить, почему Голд Экспириенс победит Джонни. Он просто откатит бесконечное вращение. Просто нету слов. Это тупо имба, Токору даже не может победить, например, тот же Пуччи или Карс. Токору причем является сильнейшим существом. Ну, на этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и ставьте лайки. Всем удачи, всем пока.